Всем привет! Меня зовут Светлана. Я рада приветствовать вас на своем канале. Мы сейчас с вами находимся в необычном месте. Это чудесное место с Эгейским морем, с шикарными пляжами. И я хотела бы сейчас продолжить тему в церкви. Как туда одеваться? Мы все знаем, что в церкви люди молятся, просят о финансовом благосостоянии, просят о здоровье, о счастье. Но, как правило, туда ходят также люди, которые делают какие-то, в общем-то, не очень-то хорошие дела. Также туда ходят ведьмы, которые забирают у простых людей счастье, благополучие, финансовое какое-то благополучие. Поэтому просто настоятельно не рекомендую вам деньги отдавать из рук в руки нищим. Потому что, как правило, давайте вот здесь мы остановимся, посмотрите, какой чудесный вот такой вот уголок. Вот летают, смотрите, парашютики. Когда мы отдаем деньги из рук в руки, ведь на самом деле люди, которые сидят возле церкви, не всегда нуждающиеся. Как я сказала уже, очень часто садятся ведьмы для того, чтобы получить у вас из рук в руки монетку. И на этой монетке, в общем-то, творят различные вещи. Допустим, заказчик пришел какой-то человек, заказчик, и просит сделать финансовое благополучие. Если вы приехали на шикарной машине, шикарно одеты в золоте, в бриллиантах, и подаете денежку, естественно, на этой денежке сделают какую-нибудь нехорошую вещь. Поэтому, еще раз убедительно прошу вас, всем нуждающимся, нищим, которые сидят у церкви, не давайте денежку в руки, а давайте продуктами помощь. Пусть это будут яблоки, булочки или еще что-либо, но только не деньги. Затем, как мы одеваемся в церковь? Ну, конечно же, очень скромно. Для чего? Потому что очень людей много, которые нуждаются. И если вы оденетесь как-то вызывающе, то вы, кроме как негатива какого-то в церкви, вы не получите. Вы идете туда за добром, за каким-то, вы идете в церковь, чтобы получить какое-то благословение, ление Божье. Но на самом деле вы получите только негатив и отрицательные какие-то не только эмоции, но и воздействия, потому что люди все-таки будут завидовать. Потом, если вы оденете золото, бриллианты на себя, какие-то украшения дорогие, будьте готовы с этим совсем расстаться. Если мы приходим в церковь, вы, наверное, обратили внимание, что очень многие иконы увешаны именно золотыми изделиями всем. Потому что люди просят здоровья, счастья, финансового благополучия и жертвуют вот этими своими какими-то украшениями, золотом и всем остальным, дабы получить себе здоровье. Вот. Но если вы одели на себя вот эти украшения, но не готовы с ними расставаться, посмотрите, какие чудесные здесь цветы находятся, вот, то не стоит их одевать в церковь. Далее, что еще можно сказать? То есть, церковь это все воспринимается как жертвоприношение для икон, для Всевышних сил. Поэтому, вот, имейте это в виду. Дальше. Женщинам, конечно же, обязательно нужно одевать юбки. В обязательном порядке волосы должны быть под платком. Желательно, чтобы все их спрятать под платок, а не так, чтобы вот только сверху вы одели небольшой какой-то участок головы, прикрыли. Нет. Платок должен покрывать полностью всю голову. Помимо этого, вы должны, женщины, дорогие мои, если не хотите получить негатив, вы должны будете или завязать какой-то хвостик на голове, либо же одеть заколку в обязательном порядке, чтобы поставить на себе защиту. Ну, вот такой, вроде бы, небольшой, короткий обзорчик я вам сделала. Немножко рассказала еще о церкви. Если у вас будут какие-то вопросы, пишите в комментарии. Я с удовольствием вам сделаю еще видео и расскажу про церковь. Задавайте вопросы, не стесняйтесь. Я вас всех очень-очень люблю. Желаю вам счастья, добра. Берегите друг друга. Цените свои отношения. Любите друг друга. И всего самого наилучшего в мире.